Теперь в крупные парки Самары, вроде Загородного и Гагарина, семья Злобиных будет ездить только по большим праздникам, рассказывает Наталья. А для ежедневных прогулок вполне подойдет новый сквер рядом с озером Леснуха. Здесь появилась площадка, построенная в виде террас, скамейки, фонари и детский аттракцион. Конечно, очень нравится то, что вот именно здесь вот дорожки, плитку везде положили, ограждение для детей, потому что здесь было достаточно опасно для маленьких. И то, что можно спуститься с коляской, пандус большой очень сделали, можно спуститься с коляской с детским велосипедом, это очень удобно. И площадка, конечно, замечательная, так вписывается в местную природу, она не какая-то там цветная, а именно в натуральных таких цветах очень-очень нравится. С идеей создания сквера на пятой просеке местные жители обратились в городскую администрацию. Отклика долго ждать не пришлось. Нашелся спонсор проекта. Подрядчики быстро привели в порядок участок леса вокруг озера. Когда вопрос спонсор пришел с предложением обустроить одну из городских территорий, первое, что пришло, я же говорю, мы обсуждали, это в первую очередь леснуха. И вот этот микрорайон, и одной из центров притяжения должна стать именно была эта территория. Глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов рассказал, что перед проведением основных работ вывезли тонны мусора и сухостоя, снесли ненужные хозобъекты, укрепили береговую линию, появился пирс и небольшая набережная. Нашли возможность, как реализовать этот проект. Безусловно, все это проходило под тесным контролем жителей, которые, в принципе, на пятой просеке очень активно себя проявляют во всех социальных инфраструктурных проектах. Мы всегда прислушиваемся к их мнению. Уборка сквера и уход за озером легли на плечи районных властей. Однако и местные жители не хотят оставаться в стороне. Они готовы выходить на субботники, отмечать праздники и устраивать народные гуляния. Еще одна мечта – запустить в водоем рыбу и отдыхать на берегу с удочкой. Благоустройство общественных пространств в Самаре продолжится и в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.